Приветствую вас, связь хоть и психологическая, но все же действительно есть, связанная это с тем, что вы воспринимаете табакокурение как предвестник онкологического заболевания. Вот. И в результате этого вы, собственно, и начинаете бояться этого самого рака. То есть, как бы, происходит как? Вы курите, вы знаете, где-то слышали, что табакокурение вызывает рак, и, соответственно, теперь вы, ну, боясь, естественно, этого вы уже проецируете свой сон, ваше подсознание проецирует страх. Значит, ну, здесь, смотрите, здесь есть какого рода связь реальная, да? Значит, связь между курением и раком, ну, очень-очень слабая. Вот. Очень слабая. Связь между раком и курением, она, в общем, практически на уровне генетики. То есть, грубо говоря, если вы предрасположены к раку, то вы, соответственно, заболеете, вот, у вас будет рак легких там и так далее. Если вы не предрасположены к раку, то, соответственно, у вас не будет ничего, и вы можете курить очень много, долго, и ничего у вас не будет, ну, кроме каких-то соответствующих заболеваний, да, которые могут быть. Ну, вот. Ну, то есть, кроме тех последствий, которые вызывают, собственно, принятие никотина, вдыхание никотина. Прямой корреляции нет. С другой стороны, если вы хотите курить, и если вы будете, например, проверять свое, допустим, здоровье, да, ну, вот, периодически хотя бы, то вы, в общем и целом, вполне себе можете обезопасить себя и от того же рака легко, абсолютно легко, просто проходя плановое, периодическое обследование. Вот. Ну, непосредственно, и, в общем, никакого рака у вас не будет. Даже если что-то и будет, да, там, какие-то обхоли, там, что-то еще, то это вы моментально просто распознаете, и, в общем, никаких вообще сложностей с этим у вас не будет абсолютно. Вот. Это вот то, что вам, в принципе, можно сказать, отвечая на вопрос о том, значит, связано ли это. Связь есть, но она, в основном, именно психологическая и ни в коем случае не, значит, не реальна. Вот. А другое дело, другое дело, что сами отношения, сами отношения с болезнью, например, раков, да, сама болезнь ракова, но она для вас явно не новинка. То есть, явно вы с этой болезнью как-то вообще взаимодействовали раньше. И вот, собственно, здесь у меня к вам, собственно, вопрос. А как вы взаимодействовали с этой болезнью? То есть, вам кто-то вас пугал или у вас болели ваши родные, кто-то болел? Ага. Значит, раков или что-то еще было такое. Ага. Ну, знаете как, по-разному бывает, да? Вот. То есть, мне кажется, что вот этот момент вам нужно обязательно для себя раскрыть. Ну, потому что ваши отношения к раку, оно явно, знаете, такое, я бы сказал, предвзято. Вот. И если вы будете нервничать, если вы будете именно нервничать, ну, вот в этом случае, конечно, вам будет гораздо тяжелее, вам в этом случае будет гораздо сложнее, и вы будете чувствовать себя, в общем и целом, ну, достаточно негативно, скажем так. Достаточно негативно для того, чтобы постоянно испытывать какие-то трудности. Ну, вот, на эту тему. Непосредственно. Вот. С другой стороны, намешает, в принципе, конечно, разобрать и то, почему вы вообще курите, с какой целью вы курите, зачем, зачем, может быть, у вас какие-то проблемы есть, которые вы, скажем так, закуриваете, задымляете. Дело в том, что с точки зрения психологии, именно психологии, курение – это потребность в любви, то есть это оральное голодание, собственно говоря. Ну, вот. Это оральное голос, и когда человек, если человек курит, то он, в общем, нуждается в любви, в ласке, в понимании, в поддержке и так далее. Вот. Конечно, бывают, бывают такие случаи, когда человеку просто нравится дым, но, опять же, вы, наверное, понимаете, что курить-скурение – это зависимость, как любая зависимость. Как у любой зависимости, за этим есть определенные, ну, определенные аспекты, что за этим что-то скрывается. И, соответственно, вот, если, например, вы, допустим, курите, да, и тем самым, например, по факту, да, вредите себе. Даже зная, что у вас может быть болезнь, там, серьезно, ба и так далее, вы все равно курите. То есть ваш вопрос, он заключается не в том, чтобы, значит, перестать курить, а ваш вопрос заключается в том, есть ли связь между этими, между двумя вещами. Знаете, вот, что из курить вы не прекращаете, ну, не справиться прекращать курить. Вот. И вот в этом контексте я порекомендовал вам все-таки именно, вот, ну, именно в этом аспекте поработать. Посмотреть, зачем, для чего и почему вы курите. Вот. То есть не надо ставить себе цели, да, какой-то, именно бросить именно курить. Вот именно цели ставить себе такой не нужно, именно бросить курить. Я надеюсь, это понятно, что именно цель, не то, чтобы вы бросили курить, а цель, чтобы вы увидели, что стоит за этим. Да, то есть мы, мы с вами не преследуем такую цель, значит, знаете, обязательно, вот, я обязательно брошу, да, и все, я, типа, вы меня здесь симулируете, там, если я бросил курить. Нет. 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 Вот. Просто посмотреть, что за этим ставить можно. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Если у вас остались дополнительные вопросы, вы можете задать мне их в личку, я буду рад помочь вам. Если вам понравился мой ответ, я буду благодарен, если вы сделаете его лучше. Я желаю вам всего самого доброго и удачи. Спасибо.